Наверное, каждая девочка мечтает стать красивой, изящной балериной и буквально порхать на пуантах. Насколько это сложно, узнали участники балетного мастер-класса, одного из самых популярных на оперном экстриме. Нам очень понравилось. Мы кружились, вертелись и прыгали. Очень интересно попробовать, как первый опыт. Интересно, смотришь по телевизору, ходишь в театр, захватывает. Попробовать так, это прекрасно. Я попробовала танцевать балет, но у меня ничего не получилось. Потому что там были очень сложные разгибы. И я просто ушла на лавочку. Я даже загадала желание быть самой лучшей в балете. Пока одни познавали азы балетного дела, другие гости театра примеряли на себя костюмы героев главных театральных постановок. Рядом на мастер-классе по театральному гриму гримеры театра рассказывают, как создают образы Клеопатры или Чио-Чио-Сан. А заодно перевоплощают пермяков в знаменитых героев оперных и балетных постановок. И дети, и взрослые. Особенность именно театрального грима в том, чтобы это всё было сделано по возможности быстро. Если в кино там идёт длительный процесс, съёмка, подгодовительный период большой. Если что-то не получилось, можно переоформить. А в театре уже как-то это всё нужно сделать. Практически все участники оперного экстрима, а их было больше тысячи, побывали и на экскурсии по театру. Мы уже раскрашивали люстры, потом прошли по экскурсии по оперному театру, зашли в костюмерный цех. Но ещё планируем грим, наверное, нанести какой-нибудь, боевой раскрас, скажем так, оперного театра. Обязательно заглянули в закулисье. Так что там оказывается очень интересно. Оказывается, высота сцены 27 метров. Так что 27. Семь этажей, да. Сначала был театр оперный, потом только стал оперой и балетом. А потом добывалось имя Чайковского спустя некоторое время. После постановки «Знаменитого Лебединое озеро» 1931 года. Ещё одна площадка, которая привлекла внимание пермяков – квест-рум «Побег из гримёрки». Нас закрыли на 20 минут и объяснили задание, которое было также написано ещё на листке бумаги. Мы должны были найти номер телефона для того, чтобы выбраться из гримёрки. Разгадать, да, эту загадку, чтобы мы могли выйти отсюда самостоятельно. Зашифрован был номер телефона. И с помощью подсказок, которые были в гримёрке, мы должны были его обнаружить. Ну, обнаружить записочки, на которых были вопросы, ответить на них и, соответственно, составить номер телефона. Самый вот этот был сложный вопрос про скольким балетом написал музыку Чайковский. То есть здесь у нас мы не затруднялись ответить, но всё-таки мы ответили. На этот вопрос оказалось, что правильно. В этот день гости театра смогли посетить практически все цеха, гримёрные и репетиционные залы. И оперным экстримом открылся юбилейный 145-й театральный сезон. Субтитры создавал DimaTorzok